Бизнесом интересуются по франшизе. Правильно же понимаем? Правильно понимаете. Правильно понимаем. Хорошо, Владимир. Компания Voxys. Компания федерального уровня. Родом она из Екатеринбурга. Самая крупная компания России, которая занимается аутсорсингами колл-центра. Более 30% всего рынка коммуникации российского занимаем. Доход у нас в 4 миллиарда рублей. За 23-й год 30 филиалов по всей стране 10 тысяч сотрудников. Занимаемся мы тем, что создаем рабочие места для операторов колл-центров и открываем сами колл-центры по филиалам, по франшизе. Все эти колл-центры работают на входящей линии и консультируют клиентов РЖД, Аэрофлота, МТС, ВТБ, Сбербанк, Сильком, Метея и так далее. Грубо говоря, больших компаний. То есть аутсорсинг колл-центр – это такой посредник между крупными компаниями и их клиентами. Допустим, звонит бабушка с какой-то проблемы Сбербанк и попадает на наш колл-центр. Собственно, в колл-центре стоят специальные профессионалы, которые обучены помогать решению различного рода проблем. Владимир? Да, да, я слышу. Слышите хорошо, Владимир. Мы в целом такой колл-центр вам предлагаем открыть. Вообще, в целом много франшиза рассматриваетесь? Звонков много. А рассматриваете много? Ну, что-то как-то вот кто-то позвонит, потом пропадает, потом уже позвонит через какое-то время, я уже забываю, о чем был первый разговор. И вот так вот что-то периодически звонят, 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 звонят. Ну, то есть, прям, чтобы у вас интерес был к чему-то именно. Ну, вот ваш коллега когда последний раз мне звонил? Так, скажу. Он звонил вам, звонил вам, мне не написано. Ну, давно звонил, давно, понимаете? Я за это время уже успел и забыть наш разговор, и какие-то другие разговоры. 15-го числа, да. А сегодня у нас какое? 19-е. 19-е. Ну, я сомневаюсь, что он 15-го звонил, скорее всего, еще более позднее время. Обязательно. Ну, хорошо, пускай 4 дня тому назад. Ну, в целом, Владимир, вы много франшиз рассматриваете, но еще ни с одной, грубо говоря, на видеосвязь не выходили. На видеосвязь не выходили, потому что все потом что-то мне не перезванивают. Странно, странно. Ну, хорошо, Владимир, в целом. Согласны ли вы с таким осуждением, что в любой франшизе нужно что-то продавать или вести переговоры с клиентами, чтобы что-то получить, заработать? Да я, в принципе, совсем согласен, что вы говорите. Вопрос-то не в этом. Нет, вопрос в том, что у нас уникальное приложение на рынке, именно у нашей франшизы. То есть, у нас не надо никому ничего продавать и вести переговоры. У меня есть в виду, что мы по договору гарантируем вам 100% загруженность к колл-центру нашими клиентами. То есть, у вас всегда будут заявки и в сезонности стабильный гарантированный доход. То есть, мы вам гарантируем 100% загруженность к вашему колл-центру, гарантируем вам прибыль и гарантируем вам покупаемость. Еще сверху кэшбэк 1 миллион рублей даем. Если этого всего не будет, мы вам возвращаем деньги и вы берете деньги и идете покупать другую франшизу. Понятно. Слышите такие условия, когда-нибудь вообще, где-нибудь. Ой, я вам открою секрет. Все, кто предлагает франшизу, примерно то же самое говорит. О том, что гарантия, что вот то-то, то-то, но когда сбрасывают договор, там этого ничего нет. Гарантия в память, но кэшбэк это никто не дает. Что не дает? Кэшбэк. Кэшбэк 1 миллион рублей никто не дает. 100% предоставление клиентов тоже никто не дает. В этом я уверен, прям 100%. Нет таких больше предложений на рынке. Ну, есть, есть. Нет. Давайте поспорим, Владимир. Что вы поспорите? На словах есть, а в договоре нет. Я уверен, на 100% и у вас в вашем договоре не будет прописано это. Давай поспорим, Владимир, на то, что у нас в договоре прописано. Ну, что спорить? Смысл спорить? Скиньте договор. Хорошо, тогда давайте спокойненько изучать наш бизнес. И мой руководитель уже вам договор отправит. Ну, я про это и говорю. Можно тысячу раз говорить, обсуждать. Лучше один раз почитать договор, и там все будет ясно. Нет. Ну, вам же нужно разобраться, что за бизнес вы покупаете. Договор это заключительный этап. Нет? Ну, смотрите, как у нас происходит. В общем, мы выходим на видео встречу, разбираем финансовую модель. Более углубленно понимаем, что это вообще за бизнес. Сколько по инвестициям, сколько по ежемесячным расходам и так далее. Где-то прибыль там в точку окупаемости. Дальше уже на моего руководителя переводите, переходите и там уже рассматриваете хирургические моменты и договор. Потом договор вам отправляется на ознакомление с юристами. Вы его проверяете с юристами, понимаете, что там действительно все прописано. Удивляетесь. В принципе, все. Можете прямо сейчас нашу НН пробить, убедиться, что у нас оборот, доход 4 миллиарда рублей. Если мы можем такие условия себе позволить отвечать другим. Понятно. Ну, смотрите, я исхожу из того, что нужно начинать с того, что как можно меньше времени занимает и более важно. Вот для меня посмотреть договор, ну, 15 минут хорошо, ну, полчаса пускай будет. Словом говоря, прочитать и уже из этого договора я могу понимать, а стоит ли мне тратить время на то, что вы там будете рассказывать. Если я вижу красивый хороший договор, да, то я уже могу как бы с вами уже обсуждать именно далее. А тратить несколько дней, конференцию, видеконференцию, там что-то обсуждать. Несколько дней в один день, это может сделать, пожалуйста, по 30 минут конференции. Ну, вот это все как бы обсуждать, это лочь одно и то же. А потом просто взять договор и подсчитать буквально 5 минут и посмотреть и сказать, ребята, да, ну что это такое? У вас же будет много вопросов, ребят. У вас же будет много вопросов, Владимир, по договору. Вы не поймете ни один пункт, я вот уверен. Я пойму, я юрист, я пойму. То есть вы на видео встречах, какая разница юрист, не юрист. Вы именно про бизнес не поймете, там уже в договоре про бизнес написано. ФТЕ. Вы знаете, что такое ФТЕ, Владимир? Вот поэтому нужно сначала разобраться на видео встрече, чтобы в договоре он был готов прочитать это все и сразу понять, а не задавать вопросы и потом тратить на это время. Разве нет? Мне кажется, отвечая на вопросы, это как раз не трата времени, это конкретика и выяснение конкретных вопросов, а просто рассказывать о том, какие хорошие условия. Владимир, у меня нет технического возможности отворять вам договор сейчас. Есть такой вариант, что вы уходите на меня со мной на видео встречу, разбираем финансовую модель, потом у вас разные директоры пишут, там уже разбираете договоры. Понятно, понятно. Ну, я же вам предлагаю эти варианты. Не готовы так двигаться, пожалуйста, не будем двигаться. Если интерес есть, я вам сейчас расскажу более детально по цифрам. Да что мне цифры, я понимаю, что цифры это вот, все это вот так вот, в воздухе все это звучит. Хорошо, ваша задача в бизнесе. Вы понимаете задачу вашего бизнеса? Что вообще нужно сделать, чтобы открыть полуцентр и прочитать договор? Как вас зовут? Оскар. Как? Оскар. Оскар. Вот смотрите, я вам говорю, как я на это дело смотрю. Я смотрю изначально условия договора. Если условия договора нормальные, я начинаю разбирать все остальное. Смысл разбирать все остальное, если изначально договор, все условия, которые там прописаны. Не важно, понимаю я в бизнесе, не понимаю я в бизнесе. Я вам гарантирую, что там все гарантии прописаны. Я вам гарантирую. Да вы можете гарантировать по телефону все, что угодно. Да при чем здесь доверие и недоверие? Есть понятие договор. Есть понятие договор, понимаете? Есть понятие. Есть понятие. Я вам такое решение предлагаю. Выйти на видео встречу, потом сразу с вашим руководителем получать свой долгожданный договор. Ну хорошо, я могу включить, поспать перед вашей видеоконференцией. Меня в первую очередь интересует договор, а потом все остальное. Просто вы понимаете, что неразумно по телефону давать какие-то гарантии, да я зуб даю и тому подобное. Если я вот это все уже неоднократно проходил и потом, когда я получаю договор, пройдя вот эти вот встречи, звонки, видеоконференции, потом начинаю рассматривать договор, задавать вопросы, в итоге друг друга посылаем на три буквы, понимаете? Но это тоже не есть правильно. Давайте начнем с самого глобального, именно с договора. Если мы по договору не имеем никаких разногласий, но это другой вопрос. Значит, это ваша организационная деятельность, как вам это все делать? Ну я вам просто объясняю. Мы, конечно, можем включить видеоконференцию, я, кажется, сделаю вид, что я вас слушаю, потому что у меня мысль будет одна. Мне интересует, в первую очередь, договор. Потому что все, что вы говорите... Ну вы все равно хотите потратить мое время. Ну я понял вас. То есть вы хотите, так сказать, чтобы я прошел какое-то испытание перед тем, как я увижу этот договор. Я понимаю. Я хочу, чтобы разобрались в бизнесе, узнать вас поближе, чтобы понять... Да разберусь я в бизнесе, понимаете? Если он меня заинтересует, если условия договора мне будут удовлетворять... Хорошо. Если вы нас заинтересуете, тогда будем сотрудничать с Владимиром. Вы понимаете? Четыре миллиарда... Да ради Бога и так может быть. Поэтому я говорю, что ну вы же предлагаете, и не я вам звоню, предлагаю. Вот как бы все очень просто. Вас устраивает то, что мы предлагаем или нет? Я не знаю, что вы предлагаете. Кроме сотрясения воздуха, вы ничего не предлагаете. Потому что это все красивые слова, которые разбиваются от договора, в котором все этого написано не будет. Все, что вы мне будете рассказывать. Я, если бы это говорил не знающий, это была одна ситуация. Я уже не первый раз прохожу вот эти все, скажем так, обещания про гарантии, про вот это, вот это, вот это. А в договоре это всего не написано. Либо написано другими словами. Но я как юрист понимаю, что там написано. И лапшу мне вешать не надо. Поэтому говорю, давайте посмотрим договор. Я задам вопросы по договору. Если договор нормальный, тогда мы будем рассматривать уже саму схему бизнеса, ваши какие-то нюансы и тому подобное. Буду задавать вопросы именно по бизнесу. Отлично, отлично. Вы молодец. Ну что, на видео встречу выходим? Ну, если вы хотите выйти на видео встречу, можем выйти. Ради бога, говорится. Ну, вопросов в этом нет. Но я вам объяснил, что это будет пустая трата времени без договора. Окей. Ну, зато вы узнаете, что у нас бизнес, как управлять колл-центром и так далее. Да я не думаю, что там что-то полезного узнаю. Прям такое, что, кажется, бесплатно и на халяву. Понимаете? Угу. Что вы мне можете рассказать? Вы все примерно одно и то же рассказываете. Какой у вас хороший бизнес. Как все у вас хорошо. Понимаете? Но у меня от этого не булькает нигде. Ай. Ну, ладно. Что поделать? Интересен вам наш бизнес или нет? Вы скажите. Если интересен, то давайте на ее связь выйдем. Я же говорю, что интересен. Раз я с вами не разговариваю, интересен. Но мне интересен он конкретно. Понимаете? А не вот так просто поговорить. У меня создается впечатление, что вы просто… У меня нет технической возможности скинуть вам договор. Я что могу поделаться? Это я уже слышал. Ну, вы можете там как-то к руководителю обратиться, как-то решить этот вопрос. Так ради меня, не ради меня. Это не имеет значения. Просто вот эта вот отговорка, что нет технической возможности. В нашем веке, если у вас есть этот договор в электронном виде, на WhatsApp сбросили все. Какие вопросы? Какая техническая возможность? У меня есть этот договор. Ну, вы какую-то прям, я не знаю, устраиваете непонятную схему. Чуть ли не… Давайте я еще запишусь к вашему директору. Не, ну так получается. Понимаете? Прям… Прям вот я не знаю… Вы предлагаете бизнес, предлагаете мне вам деньги заплатить… Потому что было очень много негативного опыта. Правильно? Вы предлагаете мне заплатить большую сумму денег в течение месяца, вложиться. Да, и при этом до последнего пытаетесь скрыть все условия. Но при этом меня пытаетесь подгонять в заключении того или иного, скажем так, соглашения. И даже не столько соглашения, сколько там заплатить вам деньги. Но я же должен изначально понимать… Все верно. Я что, против что ли этого? У меня нет договора, я не могу его скинуть. Ну, так, значит, как-то вы там организуйте этот вопрос. Не знаю, там, на карандаш поставьте, что есть клиенты, которые задают вот такие вопросы, которые задаю я. А именно, их на самом начальном этапе интересует договор. Понимаете? Договор. Условия. Спасибо, Владимир. Отлично, отлично. Ну, прекрасно. Вы молодец. Все хорошо будет, Владимир. Да я знаю. Давайте что, на видео встречу выходим, Владимир, или нет? Так я вам говорю, я с чем вам отказываюсь, что ли? Нет, конечно. Выходим и на видео встречи, как угодно. Вопрос-то не в этом. Потому что даже на видео встречи мы будем с вами обсуждать один и тот же вопрос. А именно, я хочу ознакомиться с условиями договора, о том, что у вас вот эти гарантии есть, там, про этот миллион и тому подобное. Потому что вы это все, что сказали, естественно, я хочу это увидеть на бумаге. Если я этого не увижу, у меня возникнет к вам недоверие, что это как бы просто было сотрясение воздуха. Мне хотят обмануть и тому подобное. Понимаете? Угу. Ну, все просто. Понимаете? Сказали А, говорите Б, показывайте. Условия договора показывайте. Сейчас тоже, Владимир, есть недоверие. Вы можете такой вариант сделать, что посмотреть нашу ИНН, убедиться, что у нас доход в 4 миллиарда рублей. Так что толк у меня от вашего дохода? Вот это все. Это не имеет никакого значения. Причем здесь ваши доходы. Ну, в смысле, мы же можем себе позволить нашу квартиру раздавать миллион. Просто так. Вы можете все что угодно позволить. Вы, главное, позвольте так, чтобы я мог заработать денег. Понимаете? Просто, просто позвольте себе решить техническую проблему. Сбросить мне договор. Хорошо, Владимир. У меня обед. Я вам перезвоню чуть попозже, хорошо? Ну, ради Бога, ради Бога. До свидания на связи. Всего хорошего. Ага, понял вас. Вообще, у нас колл-центр, который работает на входящей линии. Вспомнили? Понял. Ну, все понял. Значит, по колл-центру. Хорошо, слушаю. Отлично. Вы живете из какого города? Мурманск. Мурманск. Холодно у вас, наверное, там. Ну, по-всякому бывает. Бывает и холодно. Ага. Мы вообще, компания федерального уровня, родом из Екатеринбурга. Может, бывали у нас когда-нибудь? Еще не был. Еще не были. Побывайте обязательно. Хорошо. После общения со специалистом у вас вообще сложилось понимание, чем конкретно мы занимаемся? Не очень. Тогда давайте я вас ориентирую. Занимаемся мы тем, что берем на себя задачу общения наших клиентов. И делаем это максимально дешево и эффективно. Наверняка с удаленными контактными центрами вы сталкивались. Верно? Да. Ну, то есть, уже достаточно обычная жизнь. И мы занимаемся тем, что создаем рабочие места для операторов этих колл-центров. И эти колл-центры у нас работают на входящей линии. И мы консультируем таких клиентов крупных компаний, как RGD, Aeroflot, VTB, МТС и так далее. То есть, у нас с ними заключены контракты уже на год вперед, которые все время пролонгируются, то есть, продлеваются. И наш контакт-центр занимается обработкой обращений клиентов. Они могут быть связаны у нас с обслуживанием клиентов в компаниях, поддержкой пользователей и в оказании помощи и решении проблем, например. Также, по меньшей части, уже занимаемся обработкой жалоб, предложений и запросов от клиентов. И, в целом, в условиях кризиса по всему миру в России, и в том числе на российском рынке труда. Мы, Центр коммуникации Vox, заинтересованы в поиске именно надежных партнеров для дальнейшего нашего масштабирования бизнеса. И поэтому также предварительно знакомимся с нашими потенциальными партнерами. Тогда давайте с вами познакомимся. Виталий, можете, ой, Владимир, извините, можете буквально в двух словах о себе рассказать? Вы как предприниматель, в найме работаете, свой бизнес или чем занимаетесь? Оказание юридических услуг. А что еще рассказание есть? Оказание юридических услуг. А, оказание юридических услуг, отлично. А опыт большой у вас? Большой. Отлично. И опыт в управлении сотрудниками имеется? Имеется. Ага. И сколько сотрудников? Ну, я до этого, как заниматься юридическим услугом, занимался другим бизнесом. Ага. То есть были еще и другие бизнесы до этого? Понял вас. А бизнес получается как? Для себя рассматривается целенаправленно, верно? Для себя, да. Отлично. Вы сейчас, как сказали, у вас есть бизнес, а если вы будете открывать свое новое дело, вы как будете совмещать и то, и то? Или будете уходить с основного направления? Буду совмещать. Для меня любой бизнес, скажем так, это хобби. А так и должно быть. Я с вами согласен. Главное, не работать, скажем так, и заниматься любимым делом. Согласны? Согласен. Владимир, а подскажите, а почему вы рассматриваете другой бизнес? Ну, потому что мне вот позвонили, предлагают, я рассматриваю. Ага. То есть, никаких сложностей в своем бизнесе, ничего такого нету? Нет, я не заметил пока. Что еще раз? Пока не заметил. Супер, супер. А времени сколько? Много тратить на свой бизнес? В зависимости от того, сколько дел берут для того, чтобы их вести. А, то есть, в принципе, можете руководить, скажем так, своим временем, верно? Да. Отлично. А вот, например, если бизнес понравится, вас все устраивать будет, вы когда будете готовы начать запуск проекта? В течение месяца деньги есть, готов приступить, как вы обычно спрашиваете. Отлично. Спасибо за ответ. Давайте к цифрам перейдем и уже дальше буду рассказать про бизнес. Договорились? Давайте. Давайте. Вот последний, наверное, вопрос, который я вам задам, скажу так, такого плана. По вашему бизнес, сколько вам должен приносить, чтобы он вас заинтересовал? Все относительно. Все зависит от занятости, например, от обязанностей. От 200 тысяч, не менее. Супер, супер. Отлично. Наш бизнес, на самом деле, столько и приносит, даже на первых месяцах работы. Как именно наши партнеры достигают таких результатов, я вам на видео встрече покажу. По вложениям примерно 1 600 000. Из чего состоит эта сумма? 590 000. Это паушальный взнос? Знаете, наверное, что это такое или рассказать? Да, понимаю, что это такое. Ну, то есть плата за команду запуска, за фото бизнес, скажем так. Основная сумма, то есть около миллиона, в зависимости от города. Это уже физические затраты. Это закупка мебели, закупка оборудования. То есть стол, стулья, компьютер, гарнитура с микрофоном и так далее. Вам как вообще эта сумма подъемна для вас? Подъемна, но уже спрашивали, скажем так, до того, как вы позвонили. А, возможно, другой специалист спрашивал? Да, но, насколько я помню, он вроде про полтора миллиона говорил. Сейчас 1 600 000 уже. Ну, это все плюс-минус. То есть в каких-то городах может быть даже 1,4-1,7, то есть все варьируется. Мы это, на самом деле, разберем также на видео встрече. Мы там разбираем конкретно финансовую модель и все подстраиваем под ваш город. То есть вы увидите конкретную сумму. Хорошо? Хорошо. А вот также для составления финансовой модели вы можете мне подсказать? У вас средства уже, например, на руках. То есть я к вам в карман не лезу, просто нужно для составления финансовой модели. Под подушкой лежат. Под подушкой лежат. Значит свои. Отлично. Тогда давайте перейдем, в принципе, к рынку. Расскажу про нашу компанию. И также, если возникнут вопросы, сразу же задавайте. Хорошо? Хорошо. С рынком вы как? Знакомы? С рынком контакт-центров? Нет, не знакомы. Давайте я вас познакомлю. На текущий момент развитие технологий позволяет всему миру создавать новые технологии, новые услуги и улучшать существующие. Что, в свою очередь, также привлекает новых пользователей, которым нужно также помочь и решить разного рода обращения. Вот вам ведь наверняка приходится часто пользоваться, например, онлайн-банком или интернет-магазином, верно? Да. Отлично. Вот и поэтому увеличение пользователей всех данных сервисов проводит к росту и нашей с вами работы, то есть для объема работы для контакт-центров. И, следовательно, увеличение прибыли компаний. И за последний год рынок контакт-центров выросли 17 процентов свыше 24 миллиардов рублей. И почему так происходит? Что самое интересное? Что одержать собственные колл-центры крупным компаниям не выгодно. То есть, сами понимаете, надо выстраивать заново бизнес-модель, нанимать сотрудников, формировать отделы и так далее. И в том числе еще тратить премиус. И также, получается, из-за этого стоимость собственного колл-центра выходит примерно под 60-70 рублей в минуту. А наш аутсорсовый колл-центр стоит в два раза выгоднее. И за счет этого мы как раз и заключаем договора с крупными компаниями, которые каждый год их еще и продлевают. И сейчас самое время заниматься таким твердым бизнесом, как наш. Еще в свете же последних событий многие иностранные компании ушли из российского рынка. И в том числе это касалось нас. И у нас освободилась хорошая свободная ниша, которую мы сейчас захватываем. Из-за этого мы ищем надежных партнеров для нашего масштабирования. Лучше согласиться, лучше решать свой вопрос не самому, а позвонить, например, оператору и решить, что это с ним верно. Согласны? Согласен. А наши компании вообще слышали что-нибудь? Нет. Назовите, как называется, посмотрю в интернете. Отлично. Вообще, после разговора я вам также скину всю презентацию о нас. То есть, познакомитесь уже более подробно. Ну, а название какой компании? Компания Voxys. На русском языке можете даже писать. Еще раз, как по буквам. В, О, К, С, И, С. Voxys. Вообще, наша компания – это один из крупнейших международных центров коммуникации с опытом работы более 20 лет. То есть, компания у нас федерального уровня с филиалами более чем в 30 городах России. От Москвы до Владивостока и многих других. С 2023 года наша компания занимает более треть рынка коммуникации. То есть, более 30% и у нас работают более 10 тысяч сотрудников, которые каждый день обрабатывают более 1 миллиона клиентских обращений. Если вы сравниваете нашу франшизу, в принципе, с другими, вы наверняка знаете плюс-минус такие же данные, но ни у кого такого опыта, такого количества филиалов или, например, такого количества сотрудников нет, как у нас. Это наш огромный плюс в стабильности, скажем так. И нашими услугами пользуются такие компании, как РЖД, МТС, Аэрофлот, ВТП, Ростелеком, Забербанк, Транстелеком и так далее. Все эти компании мы также с вами посмотрим и посмотрим, на какие суммы контракты у нас с ними заключены. И уж согласитесь, лучше стать частью команды номер один, чем начинать наш бизнес с нуля. Также, может, какие-то вопросы были? Да нет, вот сейчас на сайт зашел. А, супер. Есть еще ком, но я так понимаю, они просто... У вас как сайт же есть на .ru, да, заканчиваете? Воксис.ру, да, основной сайт – это Воксис.ру как бы. Угу. Там, в принципе, да, та информация, с которой я вас ознакомливаю. Угу. Вот также для наших франшизи-партнеров наша франшиза открывает доступ к разработанной бизнес-модели. То есть, что, когда, как и каким образом делать. Потом вы получаете еще команду опытных экспертов Воксис, которая оказывает вам помощь в подборе и обучении персонала. То есть, всем этим также занимаемся мы. И еще вы получаете готовые IT-решения на основе искусственного интеллекта для автоматизации клиентских коммуникаций. И все это также делается в интересах крупных проектов, в интересах крупнейших российских корпораций. И сочетание всех этих факторов гарантирует вам короткий срок окупаемости буквально в течение девяти месяцев. Вам как такое срок окупаемости? Вас он устраивает? Да, устраивает. Я вот сейчас смотрю какой-то сайт отзовик. Отзовик, ну, я так понимаю, отзывы. Я его читаю. Все верно. Отлично, отлично. Вы можете ей озвучивать, я еще сразу на них отвечу. На самом деле, отзовик – это огромная проблема, в принципе, для любого бизнеса. Знаете почему? Рассказать? Нет, не знаю. Вот давайте я вам расскажу. Там, чтобы отправить негативный отзыв, достаточно даже регистрацию не проходить. А чтобы оставить положительный отзыв, нужно пройти 33 регистрации. И еще также про психологию людей расскажу. Я даже, ну, то есть на своем примере это приведу. Когда у вас что-то с каким-то… Вот у вас же есть, например, карта Сбербанка или Тинькова, верно? Угу. Ну, это пример, скажем так. То есть, например, вы же ей пользуетесь, дальше продолжаете пользоваться. Значит, в принципе, она вам, ну, более-менее хотя бы в чем-то устраивает, скажем так, верно? Ну, любая карточка – это те же самые деньги. Как могут устраивать, либо не устраивать деньги. Если на карточке деньги есть – хорошо, она меня устраивает. Если там нет денег – не устраивает. Ну, здесь речь, наверное, больше про сам сервис, скажем так. То есть, быстрота, там, удобство обслуживания, наличие манкоматов, например, у Сбербанка. То есть, везде их можно найти. Ну, если деньги снимать, то да, может быть, это имеет значение. Вот. А если зайти на «Завелик» и посмотреть, какой отзыв у Сбербанка, там отзыв около двойки, по-моему. И как это работает? То есть, люди, когда у них все хорошо с каким-то продуктом, скажем так, им не свойственно оставлять отзыв. Ну, если у вас все хорошо, зачем вам тратить свое время, верно? А вот, когда есть какой-то негативный опыт, люди, вот даже на своем примере, как бы, пытаются предостеречь других от пользования этим продуктом. И из-за этого отзывы обычно оставляют люди, те, у которых что-то либо не получилось, либо у которых есть негативный опыт. Я вам не говорю, не читайте отзывы. Я вам говорю, имейте в виду, что нужно смотреть прямо на конструктивные отзывы и конкретно учитывать, что и в чем кроется проблема. Это так просто. А будущее с любым бизнесом, с любым направлением работает. Ну, это понятно, да. Вот. И также наши партнеры зарабатывают уже от 250 тысяч рублей в месяц гарантированной прибыли с первых месяцев работы. Вы, как партнеры, уже будете зарабатывать на входящих обращениях крупных корпоративных клиентов, которые готовы нам платить за более эффективную работу. Давайте я вам про направление расскажу и, в принципе, подрезюмируем тогда. Хорошо? Я смотрю, у вас в ВКонтакте, да, есть еще тоже группа. Работа ВОЙ, ну, вот эта ваша, ВОЙ, ВОСИК, если так. ВОКСИС, да. Да, мы как раз и таким образом набираем некоторых специалистов. То есть в том числе. Вот я к вам сейчас только что подписался. Даже три общих друга у нас есть с вами. Отлично. То есть, видите, может кто-то и работает даже у нас? Ну, не знаю, может быть. Но у меня такие друзья знаете, о которых я даже не знаю. Это, наверное, по работе вы их добавляли? Ну, нет. Просто у меня страница там более трех тысяч друзей, подписчиков или как угодно можно назвать. Понял вас. Поэтому, сами знаете, три тысячи человек узнать я не могу. Вот, если быть точнее, три тысячи семь друзей. Ого. На самом деле человек, по-моему, может помнить около 150 или 300 людей. Больше он уже не способен запоминать. Ну, это особенность мозга. По направлениям. Смотрите, у нас несколько направлений. То есть, это аутсорсинг. Это когда мы выступаем в качестве посредника между компанией и ее клиентами. Потом у нас есть обслуживание клиентов. То есть, мы предоставляем услуги поддержки клиентов для компаний, которые, например, хотят улучшить качество или уменьшить стоимость, например, обслуживание клиентов. По большей части, то есть, часто занимаемся услугами горячей линии. То есть, предлагаем услуги горячей линии для, например, метаучреждений, транспортных компаний или других организаций, которым нужна именно быстрая оперативная поддержка. Также занимаемся опросами и исследованиями. Это, по меньшей части, это проводится для каких-то определенных компаний, например. И занимаемся электронной коммерцией. То есть, онлайн-магазины, интернет-маркетплейсы, например, и так далее. То есть, контакт-центры им нужны для обработки заказов, для техподдержки и, в том числе, для решения проблем клиентов. Пока никак все понятно? Понятно. Отлично. И, смотрите, мы вам вообще гарантируем предоставление всех таких клиентов на всем стройке сотрудничества. Используя наши бизнес-модели, мы помогаем вам арендовать помещение, сформировать команду операторов, которых также и обучим работать с клиентами. То есть, всем этим занимаемся мы. С вашей стороны требуется только контроль. Как этот контроль осуществляется, я вам также покажу на видео-встрече. Подрезюмируем. Открытие колл-центра в наше время является очень выгодным вложением средств. Так что спрос на услуги постоянно растет. И из-за этого бизнес приносит стабильный доход. И, кроме того, наши колл-центры работают с применением искусственного интеллекта. И за счет этого мы можем предоставить стоимость наших услуг намного дешевле, чем наши конкуренты. Поэтому спрос у нас стабилен и доход гарантирован. И также про спецусловия еще хочу сказать. У нас сейчас действуют спецусловия до 27-го месяца, потому что мы формируем реестр партнеров, с которыми уже будем работать. Что это спецусловия? Мы вам выплачиваем 1 миллион рублей кэшбэка. Интересно было бы, как его понять, как его получить и как получать таких клиентов и иметь гарантированный доход. Ну, говорили там предыдущий ваш коллега про это. Я так вспоминаю у нас разговор, закончился на том, что он сказал, что вы мне позвоните. Я ему долго объяснял, что мне бы желательно лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, а именно почитать проект договора про этот кэшбэк и тому подобное, про те гарантии, о которых вы говорили. Вот для меня вот это, скажем так, важно, чтобы это было закреплено юридическим языком именно на бумаге. Отлично, хорошая позиция. Я с вами полностью согласен. Смотрите, мы вообще выходим обычно в формат видеосвязи. Там уже конкретно разбираем рынок, структуру рынка, то есть кому этот продукт нужен. Разбираем уже бизнес-модель, то есть что, как, когда делать. И также разбираем финансовую модель. Там я вам в том числе расскажу про кэшбэк, как его получить. И после этого, если вы уже, точнее, примите решение, вы, например, также можете рассмотреть уже договор. Это уже будет третий этап. У нас такое поэтапное общение, потому что, на самом деле, по телефону же бизнес никто не ведет. Нужно хотя бы, как минимум, увидеть друг друга, познакомиться, то есть познакомить вас с нашей компанией и так далее. Согласен со мной? Согласен. Вот, давайте мы тогда с вами тоже так же сделаем. Выйдем на видеосвязь. У вас как со временем, например, завтра, послезавтра? Так, завтра у меня судебное заседание. По времени сейчас я посмотрю. Сейчас я просто не помню уже во сколько. Так. Ага, в 16 часов у меня завтра. Ну, в 12 часов. В 12 часов. Много по времени это займет? Смотрите, это занимает обычно минут 30, максимум 40, если прям очень много вопросов будет. В принципе, даже в теории можно и быстрее закончить. Вы когда сказали, у вас какое время свободное? Ну, в 16 я уже должен быть в суде. Ну, соответственно, хотя бы за час я должен освободиться. То есть до 15 я свободен. Ага, сейчас секунду я тоже посмотрю. Смотрите, есть, есть, есть. Есть свободное окошко на 2 и на 3 есть, в принципе. Ну, давайте на 2, 3 это поздно уже. Ага, все, хорошо. Тогда договорились. А вам как, кстати, будет удобнее выйти на видеосвязи? Скайп, Зум, Янекс 7. Зумом один раз пользовался, где-то вроде в телефоне стоит у меня. Там вообще знаете как, то есть я вам скину ссылку, вы просто по ней перейдете, там не регистрация, ничего не нужно. Ну, хорошо, давайте по Зуму. Все, договорились тогда завтра. У вас московское же время, я так понимаю. Да, московское. Все, отлично, да. Завтра в 3 часа я вам так же предварительно... В 2 часа. 2. Ой, 2? В 2. В 3 часа я уже, ну, не собирался. А, да, да, да. Да, ошибся, извините. Отлично, что уточили, кстати. Вот тогда завтра в 2 часа я вам предварительно еще за минут 15-20 позвоню и утром, возможно, позвоню, чтобы уточнить. Желательно до 12-ти не звонить. Хорошо, буду иметь в виду. Позвоню тогда ближе, например, к часу. Хорошо? Уточню. Хорошо. Все, договорились, я вам информацию всю продублирую. WhatsApp, Telegram, как удобнее. WhatsApp. Все, отлично. И там, знаете что, там нужно отправить ответ на сообщение, чтобы ссылки заработали. Знаете, наверное. Не знаю, но я отвечу. Отлично. Все, спасибо за уделенное время, хорошего дня. Спасибо. Хорошо, до свидания. До свидания, Владимир. До свидания. Пока. Ahí бывает и Hare, пока. 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 Понял, когда я- advocating добры, Ст Invализ.